Дагестан, там за вождение в пьяном виде задержали министром чрезвычайных ситуаций Чечни Алихана Цакаева. Это произошло 14 апреля в районе федерального КПП Герзель в Новолавакском районе республики. Предположительное видео задержание широко разошлось по социальным сетям. Автомобиль Цакаева ехал по встречной полосе. На требования сотрудника дорожно-патрульной службы остановиться водитель не реагировал, а потом и вовсе решил развернуться и попытался наехать на представителей закона, на полицейских. В итоге несколько силовиков буквально выволокли чеченского министра из автомобиля. По данным телеграм-канала «База», у Цакаева не было с собой документов. Однако это не помешало вскоре отпустить его даже без медицинского освидетельствования. Ряд СМИ со ссылкой на некие дагестанские источники пишет, что вызволять Цакаева приехали люди с наклейками «Спецназ Ахмат» на автомобилях. Ну, в общем, понятно, что это за спецназ, понятно, из какого они региона. Но они силой забрали министра у дагестанских полицейских и покинули контрольно-пропускной пункт. Проект «ГУЛАГУНЕТ» тоже заинтересовался этой историей, разобрался со своей колокольни и рассказал, что внедорожник Цакаева находится в розыске службы Интерпола Канады. Этот поворот. Однако его чеченцы тоже увезли. Журналист Дмитрий Колизев вспомнил, что автомобили именно этой модели в ноябре своим подчиненным дарил Рамзан Кадыров. Претензий от избитых дагестанских силков пока не поступало, но, возможно, они уже записывают ролики с извинениями. И пришла новость по поводу этой истории. Рамзан Кадыров назвал постыдной провокацией задержание в Дагестане главы МЧС, точнее, Алихана Цакаева. Я приведу цитату «Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме сдержание Алихана Гармановича. Все эти действия приводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Что же это было? Обсудим с нами на связи Абубакар Ингулбаев, чеченский правозащитник. Абубакар, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Скажите, а по-вашему, что все-таки произошло в Дагестане с автомобилем и, собственно говоря, с самим министром Цакаевым? Я больше доверяю первичной информации, которая пришла, в том числе, приближенных федеральным службам, телеграм-каналам, где указано было о том, что Цакаев в измененном состоянии, а скорее в алкогольном опьянении, нарушал правила дорожного движения, а именно ехал по встречному движению и игнорировал попытки ДПСника остановить его. И, помимо этого, развернувшись после этого, пытался совершить наезд. После чего был выпущен еж, прокололи колеса его машины, после чего вообще узнали о том, что эта машина находится в розыске в Канаде, то есть это украденная машина, и, собственно, было выяснено о том, что он находится в алкогольном опьянении, и то поведение, которое проявляет сам Цакаев, оно не соответствует тому, к чему он сам призывает в Чечне, когда он сам множество раз говорил в Чечне о том, что любой сотрудник, который предъявляет вам какие-либо претензии, вы должны ему подчиняться, и тут, получается, Цакаев сам противоречит таким вот своим же нравоучением, которое он говорит в обычном разном в Чечне. Блокар, ну меня тут заинтересовала такая деталь, что он был пьяным. Насколько можно этому верить? Все-таки мы получаем информацию из Чечни, в соответствии с которой там чуть ли не сухой закон во всем регионе, ну и набожность окружения Рамзана Кадырова, да, их следование законом ислама, все-таки как-то заставляют нас, наверное, может быть, усомниться в том, что действительно мог ли быть пьян, господин Цакаев. Как любят шутить в Чечне, не делайте то, что делает имам, делайте то, чему он призывает. Собственно, то же самое происходит с окружением Кадырова и самим Кадыровым. Им совершенно не чуждо быть в таком вот измененном состоянии, но, конечно, они пытаются быть более, то есть не приближаться к спиртным напиткам и больше склонны к употреблению веществ, психотропных веществ или других веществ, которые изменяют состояние. Но учитывая то, что он находился в этот момент в Дагестане, и это был выходной день, я сам хотел это подтверждать, то есть он был в своей гражданской обстановке именно в Дагестан, либо в Пятигорск, либо в Северную Осетию. Это самое близкое место, куда быстро какой-нибудь очень высококосновенный чиновник может выехать, повеселиться, отдохнуть, как они сами говорят, и как они сами любят это говорить, если не пить, если там что-нибудь не употреблять, то вообще на этой работе, то есть именно в Чечне, в таких условиях, вообще можно свихнуться с ума. Так что я на самом деле, учитывая дополнительно, что сотрудники подтверждают его алкогольное опьянение, и без этого они бы, то есть без каких-то подтверждений, они бы не стали так громко говорить о таких вещах, я доверяю такой информации. Абубакар, на секунду обращаюсь к нашим зрителям. Друзья, не забывайте ставить лайки этому эфиру, подписываться на Ходорковский лайв, писать комментарии, писать в чате, это все очень важно, и мы, кстати говоря, следим за вашими комментариями, за вашей активностью. Абубакар, вопрос к вам. Как вы думаете, насколько толерантны к таким отдыхающим, собственно говоря, жители и представители власти соседних республик, ну вот того же Дагестана? То есть насколько симптоматично этот случай, насколько раздражают представители тех же силовиков и полиции Дагестана, Северной Осетии и других северокавказских регионов, вот эти представители чеченского клана Кадыровых, которые выезжают, ну вот так вот потусить? На самом деле, учитывая, что Дагестан и что Северная Осетия, это также республики Северного Кавказа, и там очень сильный, вообще высокий уровень традиционализма, там соблюдения таких вот правил поведения и морали, их, конечно, очень сильно раздражает такое поведение туристов, особенно там и соседних республик, и часто так бывает, что именно вот в республиках таких, как в Чечне, где сухой закон, они выезжают вот в эти республики и начинают там буйствовать, с ума сходить больше всего, то есть они не просто, как было уже сказано, тусят, да, не просто расслабляются, не просто отдыхают, а они именно с ума сходят из-за того, что прям у них выплеск начинается, там все энергии, которую они в себе всю неделю душили, либо им было недостаточно всю эту неделю выплескивать ее просто на пытках обычных граждан. И такая история, подобная история, это не в первый раз. Это в какой-то момент стало даже анекдотом, когда одного из сотрудников полиции задержали сотрудники Дагестана, этот сотрудник полиции Чечни, он собирал какие-то непристойные действия, будучи под алкогольным опьянением на пляже, его заставили извиняться, его унизили, и это стало целым скандалом после этого, а потом уже это стало мемом. И в целом такое происходит, и да, местных сотрудников это раздражает, и тут на самом деле вопрос, который даже не в том, откуда человек приехал, а в том, что человек приезжает, и он начинает дебоширить. То есть, хорошо, ты приехал отдохнуть на море, в Дагестане море, окей, ладно, но помимо этого ты еще думаешь, что ты какой-то там царь, такой же, как в Чечне, если у тебя есть оружие, если ты в клане Кадырова. А это далеко уже не так. На территории Дагестана такие правила не работают. Какой может быть реакция Кадырова? Он уже ее показал, он защищает своего сотрудника, был бы это любой какой-нибудь обычный гражданин, да, базовый, не приближенный к нему, его бы наказали в трижды, в пять раз сильнее, а тут он решил его полностью защитить, полностью оправдать. Ну, это и понятно, почему человек очень приближен к Рамдану Кадырову, не знаю, за него совершал преступление, за ним вместе с ним, грубо говоря, строил этот путь Ахмад Хаджи Кадырова, который пролегает через кости и кровь обычных граждан, обычных людей в Чечне. Ну, и, конечно, он за такого будет тоже прямо драться тоже. Да, но это публичная часть. А нету ли какой-то, не будет ли чего-то, что останется вне объективов камер и постов в Телеграме? Может быть, пожурит, может быть, отправит на какую-то менее элитную, менее перспективную должность? Или там все как, ну, как бы, то, что в паблике, то и на самом деле? Неофициально за кулисами может произойти какой-то, ну, как-то поругать его, но учитывая то, что обычно, когда происходит неофициально, то есть закулисная ругань и какие-то последствия, какие-то санкции, то это проявляется и внешне. Например, такое было, то есть, допустим, с тем же Автеллавдиновым, когда и Автеллавдиновым и с Магомедом Даудовым, которые были ответственны за то, что 4 декабря 2014 года совершено было нападение на Дом Печати, на 20-ю школу, и там КТО было объявлено в Чеченской республике впервые с 2000 года или 2008. И да, это было видно, потому что этих людей не было видно, там, почти год. А тут мы ничего подобного не замечаем, а наоборот, Кадыров там сказал патриоту, да, Абузедову Весмурадову, командиру Собра, сразу поехать за ним, спасти его, его спасти, забрать не получилось, машину забрать получилось. Да, сложно говорить, но согласен с тем, что его, скорее всего, поругали, но каких-то ощутимых последствий, даже закулисных, я не думаю, что тут будет. Убакар Инглубаев, чеченский правозащитник, спасибо за разговор. Друзья, посмотрели это видео, но не подписаны? Вы подпишитесь. У нас много интересного, и механизмы Ютуба сразу покажут вам все самые сливки нашего контента. Ну и отправьте ссылку на это своим друзьям, родственникам, ну или просто в общий чатик. Спасибо, что вы с нами. Мы не разочаруем.